Этой осенью свой 89-й день рождения отпраздновал известный детский белорусский православный писатель, организатор Минской перхиальной школы катехизаторов, лауреат государственной премии за духовное возрождение Беларуси Борис Ганага. Этот год для писателя выдался сложным. В августе Борис Александрович перенес инсульт и сейчас нуждается в реабилитации. Однако, несмотря на почтенный возраст и болезнь, писатель продолжает свою литературную деятельность, чем является пример неутомимого труженика на Неве Духовной. Свою первую книгу Борис Ганага написал, когда ему было за 50. Затем в печать вышли десятки его книг, общий тираж которых более двух миллионов экземпляров. Его книги наполнены глубинным смыслом, основанным на трудах святых отцов. Бориса Ганага справедливо можно назвать живым классиком. Он умный и трудолюбивый писатель. Писать он продолжает и в свои 89. Я молюсь, Господи, пиши моей рукой, если есть на то воля Твоя, Святая Божия. Борис Ганага родился в Омске, окончил Свердловский театральный институт, работал в театрах Свердловска, Волгограда и Минска, женился, вырастил сына и дочь. В этот период будущий писатель находился в поиске смысла бытия. По словам Бориса Александровича, открыть истинную красоту православной веры ему помогли молитвы предков. В роду у писателя были два священника. Писатель по крупицам собирал мысли святых отцов о тайне божественного промысла. «Свет души, о видимом и невидимом, мы хорошие дети». Вот только некоторые книги авторства Бориса Ганага, которые любят, читают и перечитывают. Говорят, меня любят, да? Или ты любишь? Ведь всегда любят тех, кто свою любовь отдаёт людям. Борис Александрович, через свои книги, вот они жарко стоят, через свои книги, да, действительно, самое небольшое количество, я думаю, что многие их узнают. Они не для маленьких, они не для взрослых, они не для старичков, они для всех. Потому что через эти книги люди приходили к вере. Борис Ганага – любимый автор детей, подростков и взрослых. Он был ведущим циклопередач на белорусском радио «Духовная Нива». Принимал участие в создании первой воскресной школы при Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, первой школы катхизаторов. Борис Александрович – руководитель литературного объединения «Духовное слово». Мы порой крутимся, как белка в колесе, не зная зачем. А здесь создаются условия для того, чтобы постигнуть, что созданы мы любовью и для любви. Бог есть любовь и Бог есть вечность. И мы созданы, хотим ли мы этого или нет, для вечности. Сегодня Борису Ганагу помогает писательница Зоя Николаевна Антипович. Она же является преемницей его творчества. И мы выпустили с ней уже четыре книги, подготовленные на несколько новых еще изданий. У нас большие заделы, архивы, которые предстоит еще дозавершать. Трудом своей жизни Борис Ганага называет методику по преподаванию катхизиса, над которой он сейчас работает. Также в работе у писателей еще около пяти книг. Недавно поступило предложение написать книгу о Минском храме святого Александра Невского. Сегодня писатель проходит реабилитацию в медицинском центре «Элиос» при Доме Милосердия. Борис Ганага нуждается не только в моральной поддержке, но и в материальной. Всех, кто знает и любит этого замечательного человека, близкие друзья Бориса Ганага просят молиться о его здравии и оказать посильную материальную помощь в сборе средств на его лечение. Информационный портал Собор Бай для православного телеканала «Союз».